Пользователи интернета, которые оплачивают покупки по банковским картам, могут стать жертвами мошенников. Об этом на прямой линии жителями республики заявили представители банков. Впрочем, жители региона заботят не только вопросы безопасности карточек, но и невозможность полноценно пользоваться современными сервисами. Евгений Иршов выслушал жалобы. Когда у нас появится банкомат? На прямой линии это был самый часто задаваемый вопрос. Звонки поступали в основном из пригородных поселков. За квартиру заплатить мы не можем. Мы доехали в Трехозерке, мы все скрыткачили в город. На телефон деньги положить не можем, потому что у нас здесь, в Трехозерке, ничего нет. Там вообще была почта, было тут все просто, сейчас вообще ничего у нас нет. Ни Сбербанка, ни почты, ни денег положить на телефон не можем, ничего нет. Представители банков предсказуемо отвечают. Устанавливать банкоматы в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах проблематично. Но современные сервисы позволяют автоматически списывать коммунальные платежи с карточки гражданина. Ему не нужно идти в банк или искать терминал. Впрочем, такое решение устраивает далеко не всех. Я сама такой человек, но не верю банкам. Я не верю к этим картам, ничего не верю. Ну, повышать финансовую грамотность. Я не верю. Представителей банков такая реакция не удивляет. По их словам, людям в возрасте тяжело привыкнуть к электронным деньгам. Видимо, еще культура не сформирована, пользование пластиковыми картами. Особенно, если это пенсионеры, они убеждены, что сложно пользоваться картой, им тяжело это делать. Справедливости ради отметим. Даже продвинутые пользователи карточек могут попасть в просаг. Правда, отчасти по своей вине. Например, совершают покупки в интернете. И при оплате товаров оставляют на сайте все данные своей банковской карты. На каждой карте есть так называемый CVV-код. То есть три цифры последние в номере карты на оборотной стороне. Введя этот код, подтверждая оплату, мы можем получить либо услугу, либо товар оплатить, либо еще чего-нибудь. Но просто оплатить, просто нарваться на мошенников. Если вдруг случайно у вас кто-нибудь эту карту сфотографировал в две оборотные стороны, вы невнимательно где-нибудь ее оставили, он точно так же может совершить покупку и деньги спишут с вашей карты. Чтобы не нарваться на мошенников, достаточно просто запомнить этот код и стереть его с банковской карты, либо заклеить. И самое главное, никогда, никому и ни под каким предлогом не сообщать все данные о своей карте. От греха подальше. Евгений Иршов, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.